Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Постоянно нахожусь в каком-то поиске и нашел очень интересный рецепт. Ну, собственно говоря, сейчас будет эксперимент. Рецепт. Детская колбаса, ГОСТ 56-го года. Кстати, о ГОСТах. Вы знаете о том, что после 70-х годов ГОСТы поменялись и в колбасу, как бы по ГОСТу уже стало допустимо добавлять, как говорят колбасники, письки, сиськи и хвосты. Простите. А в начале 90-х в колбасу просто начало добавляться вообще все, что попало. Ну, в общем, раскопал такой старый ГОСТ детской колбасы и хочу попробовать это сделать. Ну, вернее, естественно, мы с Ларисой хотим попробовать. Вот. Рецепт достаточно интересный. Мы его не делали еще. Делаем сейчас впервые. И, собственно говоря, решили результат вот как эксперимента сразу же сделать из этого видео. Значит, по этому рецепту нам понадобится 600 грамм среднежирной, такой даже более, ну, можно сказать, жирной свинины, 200 грамм говядины, 100 грамм твердого сыра, мы взяли обычный российский сыр собственного приготовления, 200 грамм сливок, одно яйцо и смесь нитритной и поваренной соли. Мы взяли 10 грамм нитритной соли и 10 грамм поваренной соли. Нитритная соль, соответственно, 0,4-0,5 процентов, то есть, ну, содержание нитрита натрия в колбасе получится минимальное. Вот почему меня, в принципе, интересовали, я вот занялся, заморочился поисками рецептов детской колбасы, потому что я знаю, что вот даже в 60-х, 70-х годах, когда рос мой старший брат, когда моя мама была молодая, детская колбаса была совершенно не такая, и она действительно была детская, это было диетическое питание для детей. Ну, вот, насколько я понимаю, мы это сейчас воспроизводим. По поводу специй, мы возьмем на вот это вот количество 1 грамм молотого мускатного ореха, 1 грамм черного молотого перца и 1 грамм белого перца молотого. Вот такая вот смесь специй, немножко увеличили, немножко отошли от ГОСТа. Я все-таки хочу, чтобы колбаска, ну, мне кажется, что если брать по 0,5 грамма, так как написано в ГОСТе, то она будет очень уж такая постная, пресная. Ну, в общем, мы немножко добавили. Итак, друзья, первое, что нам надо сделать, это засолить мясо. Берем сливочки, сливочки, кстати, 20-ти процентные. Нарежем мясо средними кусочками. Вот, Лиза уже здесь. Как только Лиза видит, что кто-то из нас режет говядину, она сразу же, где бы она ни была в доме, из самых неожиданных мест приходит. Ну, такими не очень большими кусками я режу, чтобы мясо хорошо засолилось. Порезали говядину, сейчас то же самое сделаем. Порезали мяско, друзья. Теперь засолим его, то есть ту соль, которую мы приготовили, собственно говоря, я высыпаю мясо. И хорошо это дело вымешиваю, чтобы соль равномерно распределилась по всему, по всем кусочкам мяса. Что нам понадобится из оборудования? Понадобится обязательно кухонный блендер. Блендер мы используем такой, ну, не совсем любительский, более ближе к промышленному, кутер-измельчитель. Но кухонный обычный блендер с чашей подойдет для приготовления вареной колбасы. Также нам понадобится шприц для набивки колбас. Если нет шприца, можно использовать мясорубку со специальной насадкой. Помимо этого нам понадобится кулинарный термометр щуп или хотя бы щуп для барбекю. И, собственно говоря, оболочка для колбасы. Мы будем использовать коллагеновую оболочку калибром 80 мм. Покупаем ее в магазине Ем колбаски. И часто спрашивают, рекламирую ли я магазин или не рекламирую. Ничего я не рекламирую, просто этот магазин очень удобен тем, что он доступен и в Украине, и в Российской Федерации. Вот, поэтому, как бы, людям, которые начинают делать колбасы, удобно рекомендовать. Сразу одним словом, я порекомендовал магазин, в котором можно купить все. Друзья, засолили мясо. Друзья, берем кулинарный стрейч. Строительный не подходит. Шучу, конечно. Но строительный действительно не подходит. Заворачиваем наше мяско в кулинарный стрейч. И отправляем его на сутки в холодильник, друзья. На засолку. После этого будем готовить фарш, набивать колбасу, ну, в общем, все по порядку. На следующий день, друзья, перекрутим наше мясо в мясорубке. Используем самую мелкую решетку. Располосни, пожалуйста. Самую мелкую решетку, которая у нас есть. И подготовим пакеты для заморозки. Перекрутим наше мяско. Конечно, в идеале перекручивать отдельно свинину и говядину. И отдельно делать эмульсию. Но у нас просто настолько маленькое количество для опытного образца колбасы, что в нашем кутере мы не почувствуем этой разницы. Ну, в нашем кутере просто это количество говядины 300 грамм потеряется. А, 200 грамм. Тем более, в этот же фарш, друзья, перекрутим наш сыр, который мы приготовили. Друзья, такой небольшой лайфхак для того, чтобы фарш, ну, тут же осталось в этой штуке фарш. Для того, чтобы его оттуда выдавить, берем кусочек хлебушка и отправляем нашу мясорубку. Для того, чтобы вытовить нам остатки фарша. Друзья, помещаем наш весь фарш вместе с сыром. Все, что у нас получилось. Пакеты для заморозки. Можно использовать любые полиэтиленовые пакеты. Суть в том, чтобы фарш быстренько охладить. Распределяем тоненьким слоем. Вот таким вот образом. И отправляем в холодильник, в разилку вернее, на полчаса. Вот прям так. Фарш как охладился. Мы приготовили все ингредиенты. И используем наш измельчитель. Друзья, если у вас нету такого измельчителя, вот от обычного комбайна точно такой же измельчитель, только меньше. Он вполне подойдет. Главное помните, чем меньше измельчитель, тем больше в нем нагревается фарш. Наша задача, чтобы фарш не нагрелся выше температуры 10-11 градусов по Цельсию. Если в процессе измельчения у вас начнет нагреваться фарш, значит измельчение надо прервать, поместить фарш опять в холодильник на охлаждение. После этого продолжить измельчение. Но обычно килограмм фарша, вот даже если я показал такой маленький бытовой измельчитель, успевает нормально превратиться в эмульсию, измельчиться в эмульсию, не успев нагреться. Видите, мы его специально для этого подморозили. Есть еще вариант, чашу от измельчителя тоже поместить в холодильник минут на 10-15, чашу, нож, чтобы все остыло. Тогда процесс нагревания будет происходить еще медленней. Но вообще эти меры более актуальны летом, в жару, зимой, когда в квартире температура у нас, допустим, 17 градусов, однозначно не успевает нагреваться. Итак, приступим к измельчению. Когда фарш немножко порубился, можно его в измельчителе разровнять, скажем так, и добавить специи, которые мы приготовили. Равномерно рассыпем их по поверхности фарша. Яичко. И сливки. Ну, в принципе, сливки можно заменить молоком, но тогда мы отойдем от этого ГОСТа старинного, который я нашел. Поехали. Измельчаем где-то 3-4 минуты. Измельчали где-то 3 минуты и получили эмульсию. Сейчас покажем, что это такое, друзья. Совершенно однородная масса. Вот такая вот, как тесто. Дай мне ее поближе в кадр. Вот такая вот эмульсия у нас получилась. И теперь можем ее набивать уже в приготовленную оболочку для колбасы. Будем использовать маленький колбасный шприц, так как колбасы у нас совсем чуть-чуть. Колбасный шприц мы на 10 минут замочили в теплой воде, чтобы она немножко разлегчилась. Плотненько набиваем оболочку фаршем. И теперь уплотним ее из оболочки. Немножко перекрутим оболочку с той стороны, с которой завязываем. И плотненько завязываем. Плотненько завязываем. Несколько раз перекручиваем нить вокруг оболочки, чтобы она хорошо зафиксировалась. Что я там дорезал такого? Ну ладно. Теперь уплотняем батончик с другой стороны. Вот таким вот образом. Опять-таки перекручиваем его. Маленькую мы оболочку отрезали. Перекручиваем и завязываем с другой стороны. Ну вот таким вот образом. Если у нас в колбаску где-то попал воздух, как вот здесь, допустим, в оболочку, в этих местах ее надо проколоть. После того, как оболочка проколота, отправляем его в холодильник на сутки на усадку. Ну, сутки не критично. Вот сегодня вечер, а мы жарить ее будем завтра днем. То есть, не именно 24 часа. Ну, хотя бы на ночь, как минимум. Вот, друзья, таким образом. И, собственно говоря, завтра вернемся уже непосредственно к процессу приготовления нашей колбасы по старинному советскому ГОСТу. Наша колбаска провела в холодильнике сутки. Все-таки хотели днем ее приготовить, но получается вечером. Друзья, приготовление вареной колбасы состоит из нескольких этапов. Первый этап – это отепление или ферментация. Разогреваем духовку до 50 градусов по Цельсию. Включаем конвекцию и помещаем колбасу при этой температуре ферментироваться или оттепляться на 30 минут. Ну, и через 30 минут перейдем ко второму этапу. Через полчаса, друзья, перейдем к следующему этапу колбасы, а именно обжарки. Но перед этим ставим щуп кулинарного термометра. Прям проткнем сбоку батончик. И вставим, чтобы мерить температуру внутри пап батона. Это нам понадобится уже при окончательном приготовлении. Если у вас нет такого дистанционного щупа, можно использовать обычный щуп для барбекю. Повышаем температуру до 95 градусов на 30 минут еще. Тоже у нас включена конвекция. И температура 95 градусов. Полчаса мы обжариваем колбасу. Это делается для того, чтобы у нашей вареной колбаски появилась такая чуть заметная корочка. Ну, вот как бы чуть прижаренная, собственно говоря, как на вареных колбасах. И через полчаса перейдем к третьему этапу. Обжарили колбаску в течение получаса. И приступаем к третьему этапу непосредственно к варке. Для этого... Так, вставь. Для этого на дно духовки помещаем емкость с горячей водой. Ну, в нашем случае мы ставим сковородочку. Вот таким вот образом. Сверху решеточку. И помещаем сюда наш батончик колбаски. Температуру в духовке уменьшаем до 80 градусов. Конвекцию выключаем. И варим колбасу до достижения внутри батона температуры 69-70 градусов. Я сейчас засеку время, чтобы сказать... Включу секундомер, чтобы сказать, сколько примерно времени... Ну, я скажу, сколько точно это займет. Но на это рассчитывать не надо. Это все-таки надо мерить температуру внутри батона. Потому что разные духовки, разного веса колбаса нагреваются по-разному, скажем так. Друзья, и после того, как мы достигнем нужной температуры, мы вернемся. Друзья, прошел 1 час 49 минут. И температура внутри нашей детской колбаски достигла 69 градусов. Приготовление, ну вот, собственно говоря, варка закончена. Мы подготовили емкость с ледяной водой. Достаем колбаску. И делаем ей холодное купание. Опускаем ее в ледяную воду примерно на 20-30 минут. После этого даем еще несколько часов отдохнуть. И будем дегустировать, дорогие друзья. Колбаска остыла, отдохнула. И можем ее продегустировать. Разрежем. Немножко волнуюсь. Как она с сырочком. Хорошо. Пахнет изумительно. Ну что, друзья, сейчас покажу вам разрез. Сейчас покажу разрез, а потом расскажу о вкусе. Такая вот получилась колбаска. Немножко пористая. Ну, посередине отверстие от щупа. А вот поры, которые в ней есть, я думаю, что это сырочек расплавился. То есть, есть корочка у колбаски. Ну, сейчас покажу, сниму. Ну, такая очень-очень красивая и очень-очень ароматная. Сейчас попробуем, друзья. По запаху. По запаху идеальный запах вареночки. Снимем шкурку. Шкурка отделяется легко совершенно. То есть, она не прилипла. И вот под шкуркой есть естественная корочка. Ну, попробуем на вкус. Нежнейший. Нежнейший вкус. Причем, ну, вот сыр изменил вкус колбасы. То есть, ну, фактически она похожа на докторскую по приготовлению. Но сыр изменил мне абсолютно все. Нежнейшая. Очень классный вкус. Ну, действительно детская колбаса. Недаром госпи с 56-го года, я думаю, тогда еще все-таки делали настоящую колбасу. Ребен, очень вкусная. Очень рекомендую. В 56-м году еще терминно-механическая обвалка мяса и в природе не существовало. И о том, чтобы ложить детскую колбасу шкуры или какие-нибудь еще субпродукты, никто и не думал. Ее тогда делали из натурального мяса. И вот, друзья, наглядный тому результат. Колбаса получилась действительно потрясающая. Единственное, что я не взвесил, блин, ну я съел маленький кусочек. 700 грамм я взвесила. А, ты взвешивала. Извините, Лариса взвесила. 700 грамм. То есть, фактически мы получили по выходу твердых ингредиентов. Почему-то сливки не добавили вес. У нас было 600 грамм. 800, я знаю. Давай взвесим. А то я сейчас запутался уже. Давай взвесим, чтобы не путать никого. 770 грамм. 800 грамм. То есть, да, действительно получилось по весу твердых ингредиентов. Сливки не добавили веса. Почему-то. Хотя для меня удивительно. Я думал, что мы получим в результате вес с учетом веса сливок. Ну, получили то, что получили. То есть, фактически по факту мяса и сыра, которые мы добавляли в эту колбасу, друзья. Собственно говоря. Хочу еще похвастаться. Нашли рецепт. Вернее, ГОСТ ветчин нарубленной колбасы 46-го года. Вот следующую колбасу будем готовить по ГОСТу 46-го года. Причем там описана еще варка в каких-то дровяных котлах. Ну, естественно, мы такого делать не будем. Но будем пробовать, будем делать. На самом деле, колбасы по старым ГОСТам мне очень-очень нравятся. Реально очень вкусные. Но вот эта вот детская колбаса с сырочком, это просто шедевр. Очень рекомендую. Пробуйте приготовить. Реально колбаска очень вкусная, друзья. Ну, собственно говоря. Рецепт на этом будем заканчивать. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные наши эксперименты или неэксперименты. Ну, в общем, подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх. А мы будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго. Пока. Пока.